друзья всем огромный привет это второе видео из цикла топ-5 но теперь это будет топ-5 достопримечательностей именно армении страны с выездом из еревана то есть оптимально куда можно съездить и что посмотреть если вы находитесь в ереване ну и перед тем как начать постепенно приближаться главной достопримечательности на мой именно взгляд в армении я хочу рассказать немножко поездки на озеро кари его конечно можно было поставить и в топ-5 но в связи его удаленностью и тяжелой проходимостью к нему я вставлю сейчас красивые кадры не удалось нам побывать меня туда свозили соответственно мы с вами сейчас посмотрим на прекраснейшие виды этого озера озеро кари находится на горе а рогатс высота составляет 3207 метров я хочу отметить что побил свой рекорд по высоте на такую высоту я еще ни разу не забирал добираться к этому озеру достаточно тяжело расстояние от еревана около 60 километров озеро возникло от ледяных образований она долгое время окружена снегом поэтому вода остается достаточно холодной а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сагмусаванг – монастырь, основанный в начале XIII века, незадолго до покорения Армении монголами. Находится на самом краю живописного каньона реки Касах. Григорий Просветитель, заметив это место с вершины Арагатца, пришел сюда и построил церковь. Как вы видите, у одной из стен очень много людей. Дело в том, что есть приметы. Если пройти данную стену монастыря не упав, то сбудется желание, которое вы загадали. И как правило, у взрослых это редко получается, но дети с удовольствием проходят это испытание. И получается небольшой такой аттракцион, который приносит радость и детям, и взрослым. Внутреннее убранство храма традиционно просто, собственно, как и все остальные церкви в Армении. Субтитры создавал DimaTorzok Красивейший вид открывается на уступе каньона. Отвесные стены так и манят сфотографироваться. Тем более, что в отличие от многих подобных фотографий, вертикаль сменяется горизонталью. Не сразу же за границей кадра, а далеко внизу. Откуда еле слышно доносится гул реки, которая филигранно проточила эту красоту. Субтитры создавал DimaTorzok Кафедральный собор. Был я там в свой первый приезд, и на тот момент я еще не вел канал. Место просто впечатляющее, и обязательно я рекомендую его посетить. И, возможно, в следующих своих поездках я постараюсь туда все-таки съездить и отснять материал. Эчмиазинский собор – одна из самых важных достопримечательностей страны. Тысяча верующих, паломников приезжают сюда из разных уголков мира, чтобы посетить таинственные религиозные обряды. Здесь хранятся мощи Георгия Победоносца и Святого Луки. По особым датам и праздникам у верующих есть возможность приложиться к этим реликвиям. Монастырь Эчмиазин – исторический центр армянской апостольской церкви, в котором находится резиденция Верховного Патриарха. Строительство этого собора началось в далеком 303 году, сразу после официального принятия новой религии. Храм расположен в 20 километрах от столицы Армении Еревана. На данный момент идет реставрация этого культурно-исторического комплекса. Продолжение следует... На третье место я поставил место, про которое я снимал целый выпуск – это озеро Сиван. Озеро Сиван – высокогорное озеро на севере Армении. Его называют Армянским морем. Сиван для армян все равно, что Байкал для россиян. Водоем находится на высоте 1897 метров. Глубина озера – около 80 метров. Озеро состоит из двух неравных частей – Большой Сиван и Малый Сиван. Соединенных 5-километровым проливом. В озеро вливается 28 рек, а вытекает всего одна – это река Роздам. Как вы видите, по всей береговой линии находятся различные беседки, где жители Армении любят отдыхать. Пляжный отдых у них немножко другой. Они сидят за такой беседкой, общаются, кушают и параллельно купаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Храм Гарни, теперь я уже говорю его правильно, это тоже сногсшибательнейшее место, и хочу его вместе объединить Гарни и Симфония Камней. Туда пройти недалеко, непосредственно от самого храма, и этот комплекс достопримечательностей заслуженно встает на второе место. Храм Гарни – единственный сохранившийся на территории Армении памятник, который относится к эпохе язычества и эллинизма. По мнению исследователей, он был посвящен языческому богу солнца Миху. Историко-архитектурный комплекс Гарни расположен в живописнейшем месте в долине реки Азад. Ну а теперь немножко истории. Крепость Гарни была построена армянским царем Трдатом в 76 году н.э. Армянские цари очень любили это место, и не только из-за ее неприступности, но и по причине потрясающего климата, и превратили его в свою летнюю резиденцию. В результате сильного землетрясения в 1679 году храм был почти полностью разрушен. Его восстановили в 1976 году. Возле храма сохранились остатки древней крепости и царского дворца, а также здания бани. Поэтому нынешний облик данного потрясающе красивого здания – это кропотливая работа советских археологов. Если приглядеться к различным фрагментам храма, то можно увидеть обломки и фрагменты, те самые первоначальные, но немного укрепленные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Базальтовый орган, или по-другому симфония камней, находится в ущелье Гарни, вдоль скал течет река Азад. Обычно памятник посещают в составе экскурсии к языческому храму Гарни. Однако это место не входит в популярный маршрут, так как считается труднодоступным. Самостоятельные путешественники часто добираются до каменного органа пешком или на велосипеде. Основная версия происхождения симфонии камней – это вулканическая активность. Ученые сходятся во мнении, что необычная форма базальтовых столбов образовалась в процессе естественных природных процессов и последующих обрушениях горной породы. Кстати, угроза камнепада сохраняется и сейчас. Подобных горных образований в мире насчитывается несколько десятков. И считается, что симфония камней в ущелье Гарни – один из самых больших и красивых памятников такого типа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и лидер, победитель моего рейтинга – это сакральное место для всей Армении под названием Хор Верап. Поездка в Армению не может опойтись без посещения удивительных монастырей. Обязательным пунктом туристической программы должна стать поездка в Хор Верап. Это место берет свое начало в далеком втором веке до нашей эры. Само название с армянского языка переводится как «глубокая яма». Данный факт не является случайным. Во времена правления Тртата III на территории храма располагалась подземная темница. В нее определялись преступники, приговоренные к смерти. В данную темницу удалось спуститься и мне. Надо признаться, что это производит непередаваемое ощущение. Ты представляешь, что здесь люди находились без света в абсолютно темном помещении. По преданию в тюрьме находился святой Григорий Просветитель. Он был сыном убийцы отца, правителя Тртата, и активно проповедовал христианство. После 30-летнего заточения святой Григорий исцелил впавшего в безумие царя. Тртат III принял решение о провозглашении христианства основной государственной религией. Армения стала первой страной, признавшей христианство в качестве официальной религии на государственном уровне. Ну а святой был назначен на должность патриарха Армении. Именно с тех времен Григорий признан основателем Армянской апостольской церкви. Ну и еще одним поводом посетить это потрясающее место – это гора Арарат. Отсюда открывается сногсшибательный вид на эту прекрасную гору. Ведь до нее отсюда рукой подать. Всего каких-то 30 километров. На этом, друзья, все. Подписывайтесь на канал. Приятных вам путешествий. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok